Каким образом можно пострадать или каким образом данная бактерия может попасть к нам в организм и причинить человеку вред? Во-первых, сама по себе она не опасна, но сам токсин, который вырабатывается, кластридий, во время условий, которые благоприятны, а такими являются условия, это отсутствие кислорода. Такие условия могут возникнуть при консервировании, когда мы делаем домашние какие-то заготовки, закатки, либо когда мы готовим пищевые продукты, те же мясные, например, изделия или рыбные, в домашних условиях. Мы их солим, консервируем каким-то образом, это вяленье, копчение, либо, например, готовим домашние изделия, такие как колбаса, окорок, полиндвица, которые в наших краях пользуются большой популярностью. И за счет того, что толща продукта, поэтому доступ кислорода ограничен и получается идеальное условие для развития. И тогда этот возбудитель начинает продуцировать токсин. То есть сам по себе возбудитель не опасен, опасен его токсин. И этот токсин, попадая в организм человека с этой пищей, и приносит, наносит наиболее такой серьезный вред организму и нашему здоровью. Но еще самая большая опасность в том, что вы должны тоже это помнить, что наличие кластридии в продукте никаким образом не проявляется. Нету какого-то изменения продукта или внешнего вида, запаха. То есть она бактерия-невидимка, который такой вот серьезный вред наносит. Ряд лет у нас в Литском районе не регистрировалось случай ботулизма, и нас это очень радовало. Это говорило о том, что все-таки время не стоит на месте, и хозяйки при приготовлении каких-то домашних заготовок, при приготовлении мяса в домашних условиях, там его копчение, маринование, соление и других видах обработки, все-таки соблюдают все необходимые требования при приготовлении и технологию соблюдают. В этом случае и не регистрировались. Но вот, к сожалению, в начале этого месяца, октября этого года, был зарегистрирован случай ботулизма у мальчика 9 лет, который в тяжелом состоянии был направлен в Гродницкую областную детскую больницу, и ему своевременно была оказана помощь. Вводятся специальные сыворотки, которые блокируют токсин, поэтому ребенка спасли и оказали профессиональную помощь, и ребенок здоров и уже в удовлетворительном состоянии, выписан и находится дома. Это непростое заболевание, токсикоинфекция, в домашних условиях вылечить ее невозможно, поэтому сразу же немедленно надо обращаться к врачам, потому что заболевание протекает тяжело. Это интоксикация, это паралич мышц, паралич дыхания, поэтому заболевание очень серьезное.